В Ненецком округе подходит к концу буйная кампания. Ее завершает сельскохозяйственный производственный кооператив «Индига». Заготовительный сезон показал увеличение объемов 36 тысяч голов против 33 тысяч прошлогодних. Оливийная доля мяса больше 950 тонн поступила на мясокомбинат для дальнейшей переработки. Каких продуктов и цен ждать от главного производителя мясных продуктов в регионе, расскажет Валентина Чибичек. В цехе первичной обработки кипит работа. Тут разделывают мясо и сортируют его по категориям. Нынешний урожай технологи оценили как очень хороший. На качество мяса повлиял скорейший вывоз сырья из тундры в морозильные камеры. Ранняя вывозка, она, конечно, и сыграла свою положительную роль. Мясо поступило хорошего качества. Тем более, вы знаете, что в этом году СПК Путерича проводил за бой на новом убойном пункте в Харьязи. Там качество мяса вообще безупречное. Просто так, как и СПК Харп. Тоже у них отличное качество мяса. В олении туша со средним весом в 30-32 килограмма примерно треть кости. Хотя на закупочной цене это никак не отражается. Вся туша идёт по 160 рублей за килограмм. В прошлом году она составляла 132 рубля и совсем не устраивала оленеводов. Поэтому закупочную цену оленины подняли на 18,5%. Отсюда и хорошие нормы сдачи оленеводческих хозяйств. 90-50 тонн оленины закуплено до следующей убойной кампании. Кризиса сырья на производстве не предвидится. Импортная пельменная машина была запущена в октябре 2015 года. Агрегат вырабатывает 800 килограмм продукции в сутки и снабжает город свежемороженными пельменями. Среди новой продукции также холодец, пикантная колбаса «Суджук» готовится к выпуску фиркадельки и ёжики. Расширение ассортимента – результат модернизации. Тут сейчас готовится под кулинарный. На сегодняшний день заказано оборудование. Блинный аппарат заказан. Будут делаться блинчики. Уже готовится. Там же будет у нас холодец. Там же готовится. И далее будет рассмотрен ещё новый ассортимент. Прорабатывать будем. Модернизация на предприятии началась в 2012 году с инвестиционного проекта, рассчитанного на пять лет. Для его реализации округ выделил 48 миллионов рублей плюс 8 миллионов собственных средств. За три года отремонтирована трансформаторная станция, котельная, система вентиляции, кровля здания. Постепенно закупается оборудование, позволяющее увеличивать объёмы производства. А это необходимо для снижения себестоимости. С 1 декабря 2015 года цены на продукцию из оленины выросли из-за повышения закупочной цены. Будут ли повышаться цены в дальнейшем, зависит уже от сырья, закупаемого вне округа. Свинина, говядина, шпик – непременные ингредиенты в составе колбас и сервелатов. В зависимости от их количества изменяется сорт и состав продукции. В основном полукопчёная колбаса идёт мясо оленина первого сорта. Свинина бывает жирная, полужирная или нежирная. Тоже зависит всё от того, какой вид колбасы мы делаем. И шпик – в разных количествах добавляется и разная степень измельчения. Потом разные специи закладываются в разные колбасы. Сокращают затраты на сырьё добавление сои и молочного белка. По словам технологов, добавляют их не в каждый вид продукции. В сырокопчёных у нас однозначно нет. Нет у нас сои в пельменях, нет у нас сои вот в этой варёной колбасе экстра высшего сорта. А в остальных она колеблется, её содержание от 1 до 3%. Соевый концентрат, изолят мы используем. Соевый белок, паршкарообразный, он не содержит жира. То есть, добавляя её в колбасу, мы только обогащаем, увеличиваем содержание белка. Как растительные заменители влияют на вкус, могут сказать только потребители. В социальных сетях периодически можно встретить комментарии относительно качества и цен продукции мясокомбината. Мол, качество падает, а цены растут. Как рассказали журналистам на мясокомбинате, цены растут от затрат. Почти 60% из них составляет закупка сырья. Кроме прочих затрат, мясокомбинат расходует средства на содержание 6 магазинов и 5 убойных пунктов. Люди хотят видеть это мясо, но ведь любое мясо, оно же не может быть дешёвым. Действительно. Это дорогая продукция. И она не первой необходимости на сегодняшний день. Поэтому мясо у нас продаётся в достаточном количестве. В 2014 году предприятие закрыло годовой отчёт с убытками. В прошлом уже с прибылью в 2,5 миллиона. Этого удалось достичь благодаря повышению цен на продукцию и дотациям округа на доставку мяса из тундры. В 2015 году на эти цели предприятие из бюджета округа получило порядка 10 миллионов рублей. В планах комбината сохранять положительную динамику прибыли за счёт увеличения объёмов производства. Помимо регионального рынка сбыта, спрос есть в Москве и Архангельске. Кроме того, совсем скоро в магазинах мясокомбината пенсионеры смогут покупать продукцию со скидкой.